Здравствуйте! На всю Владимирскую вещает телерадиокомпания «Губерния 33» в студии Александр Козлов. Мы выходим сразу в двух форматах. Телеверсия доступна на телеканале «Домашний». В эфире «Радио Удачи» частота 107,9. Идет аудиоверсия программы на всю Владимирскую. Также запись программы можно найти на нашем сайте, его адрес в сети интернет trc33.ru. Начнем понемногу. 1 ноября в Владимирской области проводится исследование. Всероссийский центр изучения общественного мнения по заказу Агентства стратегических инициатив. Есть такая федеральная структура. Опрашивает предпринимателей и пытается выяснить, насколько просто или сложно начать в нашем регионе собственное дело, открыть предприятие, какие сложности в связи с этим возникают и как, собственно, с этим бороться. Вот об этом мы и поговорим с Александром Корабушиным, полномоченным по праву предпринимателей Владимирской области. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович, по вашим оценкам, насколько комфортна Владимирская область для начала, для ведения собственного дела, если брать по пятибалльной шкале от одного до единицы? Ну, для того, чтобы начать свое дело, начать свое дело можно, как бы, начиная с того, что зарегистрироваться, как на территории Владимирской области. Вот регистрация на территории Владимирской области, я считаю, что это на пять. А вот остальные моменты уже, вот это очень сложно ответить. А сложно ответить в том плане, что проблем у предпринимателей очень-очень много. Мы об этом еще поговорим, у меня специальные вопросы по этой теме заготовлены. Сейчас давайте вернемся к исследованию, которое проводится в области. Дело в том, что сейчас такие опросы проводятся во всех регионах страны. Так вот, на основе результатов этих исследований будет составлен национальный рейтинг оценки инвестиционного климата. Вот что это за рейтинг, с чем его едят, на днях рассказали вице-губернатор Алексей Марченко и Виталий Еремеев, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе. И сейчас давайте посмотрим сюжет с этого мероприятия, а потом продолжим. Владимирских предпринимателей ждет опрос, как они оценивают условия ведения бизнеса в регионе. Исследование проведет Агентство стратегических инициатив. По его итогам составит национальный рейтинг, который должен отразить мнение бизнесменов о том, насколько четко организована работа областных и федеральных властей по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения. Власть нуждается в качественной обратной связи, независимой обратной связи, которая не проходит множество фильтров и отсекается реальной проблемой бизнеса. Я всегда привожу пример. Это же уже переход на такой, на сервис, ориентированное государство. Мы переходим от вертикали власти к сервису, который мы предоставляем. В условиях экономического кризиса, привлечения инвестиций – ключевой вопрос благополучия той или иной территории. Если власти тормозят работу инвесторов, то на новые рабочие места и дополнительные доходы в бюджет рассчитывать смысла нет. Меж тем, пилотное исследование, в котором участвовали 20 регионов, в том числе и Владимирская область, показало, что заботиться о бизнесе умеют далеко не везде. Мы померили субъекты, посмотрели относительно, а как же у них происходит, сколько времени занимает выдача и разрешение строительства. Учили уникальный результат. Где-то это занимает 40 дней, а где-то 360. А где-то никогда. Ну, где-то, да, может быть, и никогда. Посмотрели подключение к электроэнергии. В принципе, нормативная база везде одинаковая, федеральная. Но результаты колоссально разные. Отличаются в разы. Понятно, что если я хочу построить предприятие, мне надо разрешение строительства получать 80 дней, я, скорее всего, пойду в этот регион, а не там, где мне разрешение строительства, надо получать год. Потому что время – это один из ключевых ресурсов бизнеса. Впрочем, рейтинг считают не только для сравнения субъектов федерации между собой. Каждый регион должен сделать выводы и направить силы на привлечение инвестиций. Во Владимирской области уже действует команда специалистов, разработан региональный стандарт качества привлечения инвестиций, создана корпорация развития, собирается реестр производственных площадок. Нас это подтолкнуло. Губернатор собрала, я сделал доклад, она сказала, что вижу в этом смысл обеспечить, мониторинг и запустить рейтинг с муниципалами. Даже по принципу, как задача поставил президент, как агент статистической инициативы сегодня работает, определить основные критерии и в рамках на базе либо общественных институтов, либо вот сейчас определяемся на базе кого, также запустить рейтинг оценки эффективности деятельности муниципальной власти вплоть до поселения. И выявить оттуда обратную связь и понять, что же нам мешает сегодня на уровне муниципалитетов оперативно заниматься также инвестиционной деятельностью. Значит, только задача региональной власти. Бизнесменов опросят по четырем направлениям. В каждом блоке более десяти вопросов. Но интересоваться будут не только мнением предпринимателей, но и экспертов. Всего планируется опросить несколько тысяч человек. Организаторы обращаются к будущим респондентам с просьбой отвечать на вопросы честно и объективно. Опросы планируют закончить в феврале, а затем пару месяцев берут обрабатывать данные. Результаты рейтинга, возможно, огласит президент Владимир Путин во время Петербургского экономического форума. Александр Карабушин, уполномоченный по правам предпринимателей Владимирской области у нас во-прежнему в студии. И мы продолжаем говорить о готовящемся рейтинге, оценке, рейтинге инвестиционного климата во Владимирской области. Александр Викторович, в нашем регионе подобное исследование уже проводилось. Оно, правда, было пилотным, так называемым, пробным. Да, в 21 территории Российской Федерации данное исследование проводилось. Значит, согласно рейтингу, мы заняли 11 место в Владимирской области по итогам данного рейтинга. То есть, мы находимся в Средине. То есть, это не говорит о том, что на территории Владимирской области слишком очень плохая ситуация по развитию малого и среднего. Не говорит об этом? Это не говорит, конечно. Есть проблемы, но это не говорит о том, что проблемы такие, что невозможно организовывать и невозможно работать на территории Владимирской области. Ну вот давайте по тем проблемам, которые вы уже начали оговаривать, давайте мы еще по ним пройдемся. Вот, например, в результатах того же самого рейтинга такая информация, что, например, по срокам получения разрешения на строительство. Вот, например, в Татарстане на это уходит 41 день. Они первые, вот по этому показателю, они первые вот среди этих 21 регионов. У нас приблизительно сколько на это уходит? Это вообще болезненные для нас проблемы получения? Это очень болезненная тема для предпринимателей, как мелких, так и крупных предпринимателей. Какие-то сроки есть? Сроки есть, они прописаны в законе, данные сроки, но, как правило, данные сроки не выполняются. Или получается таким образом, что в одну структуру приходишь, вроде бы нам должны выдать определенные разрешительные документы, они выдаются, данные разрешительные документы, в другую структуру приходишь, они говорят, что здесь вот что-то неправильно было оформлено, идешь все заново. А какой-то регламент есть, по которому во всех муниципальных образованиях области вот этот вопрос с получением разрешения на строительство единым образом решается? На сегодняшний момент создана рабочая группа в рамках данного мероприятия. Мы буквально собирались на прошлой неделе и обсуждали вопрос. И есть постановление губернатора Владимирской области, где она требует, чтобы до конца текущего года, в течение данного месяца, были разработаны дорожные карты в этих узких местах. Нужно проработать не только законодательство, в том числе по регламенту, не только на уровне, как бы, субъект Российской Федерации, это как города Владимира крупного, это по всем муниципальным образованиям города Владимира, по нескольким направлениям. Вот основные направления, в которых и упирается предприниматель при реализации своих прав на занятия предпринимательской деятельности, а именно это разрешение на подключение к сетям, и разрешительная документация на строительство. Вот это должен быть регламент, проведён в норму по всем территориям, субъектам, ну, то есть, по всем нашим территориям Владимирской области. У нас сейчас принято обращаться к целевым показателям, что вот мы должны прийти к такому-то результату. Вы, со своей стороны, как бизнес-омбудсмен, ну, и как предприниматель тоже, как Вы считаете, к какому сроку мы должны подойти, в течение какого срока в нашей области должно получаться разрешение на строительство? Ну, здесь очень много факторов зависит. Очень много факторов зависит. Это и перевод земельного участка из одной категории в другую категорию. А там есть, понимаете, но по каждому индивидуальному случаю нужно быть определённый регламент прописан, по каждому индивидуальному случаю. Почему? Потому что здесь очень много факторов связано с предоставлением земельных участков. Я просто вот один элементарный пример могу привести. Допустим, предприниматель хотел бы реализовать своё право и на определённом земельном участке построить, ну, например, какой-то цех, определённый, небольшой цех. А вид использования данного земельного участка, где вид использования земельных участков, это, как правило, определяет органы местного самоуправления через советы, через советы поселковые, где депутаты принимают решения и данные земельные участки имеют определённую зону. Если данная зона, допустим, под ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, то, соответственно, должна подать заявка в органы местного самоуправления, должен быть собран совет и на совете вынести и принять решение перевод из одной категории в другую категорию данный земельный участок. Вот как данная процедура будет проходить, это тоже будет во многом зависеть от того, как органы местного управления на месте уже будут срабатывать в этом направлении переводе земельного участка. Я просто вот один момент определённый скажу, что здесь вот как бы сроки регламентировать, ну, можно определиться, в какой промежуток это время, но здесь очень многие факторы будут всё равно влиять на получение разрешения. Получение разрешения строительства – это как бы последний уже этап, где уже человек собрал все документы, прошёл градостроительный совет, соответственно, если он строит какой-то объект, соответственно, госэкспертизу прошёл. Во многом зависит это от самого предпринимателя, как он будет работать в этом направлении. Да, но есть такие моменты, которые не зависят от предпринимателя. Это вот как раз вот тогда, когда человек упирается просто вот в то, что начинает футболить его из одной структуры в другую структуру. И есть несбалансированность между работами вот тех же структур под единым, допустим, как управлением там, допустим, архитектуры и строительства. Я вот читал результаты этого исследования, там по некоторым регионам был такой выход из этой ситуации найден, что у них тоже там аналогично наши, вот у нас есть корпорация развития создана, у них аналогичные структуры тоже присутствуют. И в случае, если земельный участок как бы находится под юрисдикцией органов власти нескольких уровней, там район, город, они просто как бы делегируют полномочия по этому участку либо корпорации развития, либо одному из органов, ну, как правило, там городской или районной власти, да? В этом направлении скажу следующее. Действительно, у нас работает корпорация развития на территории Владимирской области. Данная корпорация сейчас набирает как бы обороты в своей работе. Вы правильно говорите, эта корпорация, она в себя впитывает те земельные участки и инвестиционные площадки, которые в дальнейшем будут предлагаться для предпринимателей. Кроме земельных участков, инвестиционных площадок, где будут предложены потенциальным инвесторам, которые приходят на территорию Владимирской области, они также аккумулируют у себя это объекты недвижимости, которые относятся к промышленным зонам. То есть, как называют такие промышленные зоны, они тоже эти формируют промышленные зоны. Для того, чтобы человек пришел, инвестор, вот, но мы должны четко понимать, кто такой инвестор на территории Владимирской области. Если мы сейчас говорим о крупном инвесторе, это одно, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, там, конечно, немножко другая ситуация, потому что там каждый предприниматель пытается реализовать свое право. Если по корпорации, да, корпорация сейчас набирает обороты, она активно работает, уже в данной корпорации есть определенные инвестиционные проекты, один, значит, на 15 миллиардов, другой на 5 миллиардов проекты, они уже как бы набирают, и, в принципе, в данном направлении, я думаю, они более активно будут работать, они уже сейчас активно работают и формируют данные площадки. Вот если по площадкам, у нас есть какой-то реестр этих площадок, которые оснащены инфраструктурой, которым подведены все коммуникации и которые уже предлагаются? Как раз корпорации развития, они имеют свой сайт, корпорации развития Владимирской области, там размещены данные инвестиционные площадки, они у них имеются, и они готовы привлечь и готовы предоставить потенциальным инвесторам данные площадки и данные недвижимости в виде промышленных зон. Мы по отношению к соседям, к нашим, ну, там, Ивановской, Нижегородской, Московской области, по количеству и по качеству вот этих вот площадок готовых, куда можно уже прийти сразу и начинать бизнес, мы как выглядим? Ну, я не могу сейчас вот говорить за те зоны, потому что, ну, каждый человек своей работой занимается, я занимаюсь конкретно жалобами предпринимателей, которые ко мне обращаются, это моя работа прямая, вот, я по инвестициям. Всё понятно. Наверняка жалуются на подключение к электросетям. Много жалоб таких? Да, жалобы такие имеются, значит, конкретно по жалобам мы разбирались, я могу привести вот одну жалобу в начале моей работы, мы работаем в течение 9 месяцев на территории Владимирской области, это в Александровском районе такая фирма «Гудвилл». Да, да, известный фирма. Ну, они даже не снимают, они выкопили данное помещение. Ну, и, соответственно, здесь как бы у них нестыковка была, вот, и, соответственно, им прекратили подачу электроэнергии, ограничили подачу электроэнергии, вот, и ограничили до 20 киловатт. Хотя у них там оборудование, определённые мощности, это цех, вот, оборудование стоит, соответственно, они реализовать своё право не могли. Соответственно, они были на стадии банкротства данной предприятии, они могли реализовать своё право. Соответственно, мы подключились к данной работе, вот, я занимался как уполномоченный, вот, приглашали сюда, в администрацию Владимирской области, непосредственно на очень высокий уровень поднимали данное разбирательство, почему там люди не могли найти консенсус в решении данного вопроса, хотя было решение суда, была обеспечительная мера наложена, что подключить электроэнергии в том объёме, который было ранее подключено данное производство, Гудвилл, вот, но, тем не менее, они не могли реализовать своё право. Соответственно, были привлечены и судебные приставы в решении данного вопроса нами, вот, данный, значит, вопрос был озвучен и в присутствии Марченко Алексея Валерьевича, мы разбирали. То есть, опять-таки, методами ручного управления. Ну, иногда приходится так, ну, я считаю, что мы в начальном этапе находимся, вот, многие чиновники не знают ещё о нашей работе, ну, я думаю, что как раз вот о такой работе мы будем говорить всем предпринимателям, чтобы они при таких ситуациях, когда они чувствуют, что есть как действие, так и бездействие со стороны определённых структур, они должны обращаться к нам, и мы, соответственно, данными вопросами будем заниматься. Как к вам обратиться? Ну, мы находимся в Ломачарске-3, вот, у нас 119-й кабинет, это так называемое здание совнархоза. Ну, в принципе... Сколько у нас сейчас, опять же, можно, к циферкам опять, сколько у нас срок сейчас подключения средний есть какой-то к электросетям? К электросетям срок. Ну, вот, смотрите, мы, когда был поднят данный вопрос, соответственно, мы связались непосредственно с офис-центром Приволжья на территории Владимирской области, МРСК. МРСК. Вот, и на основании вот данной памятки можно спокойно подключиться. Я хочу сказать следующее, что есть определённый регламент, по которому должен подключаться малый и средний бизнес. Мы, как правило, говорим, это до 15 киловатт. Вот, здесь вот чётко прописано, на основании постановления чётко прописано, что когда предприниматель впервые подключается к сетям электроэнергии, и если это в городе, на территории города, то там 300 метров, если вот данный предприниматель находится от подстанции, которая находится на расстоянии 300 метров, а то, соответственно, за 450 рублей всего лишь нужно заплатить в энергосботовую компанию, которой непосредственно в дальнейшем вы будете проплачивать оплату за услуги. Вот, и они должны подвести за свой счёт, за счёт как бы программы, которые у них имеются, подвести электроэнергию до балансовой принадлежности, то есть до здания того или другого предпринимателя, который будет в дальнейшем реализовывать своё право заниматься предпринимательской деятельностью. Либо это кафе, либо это магазин. Ну хорошо, а сколько это времени может занять? Ну, это в зависимости, опять же, от предпринимателя, как он будет. Но в течение месяца этот вопрос должен быть решён. Ну, понимаете, в чём я? В зависимости от предпринимателя это такой тоже несколько расплывчатая формулировка. Понятно, что предприниматель, если он заинтересован в развитии своего бизнеса, он будет бегать и туда, и сюда, и проталкивать свой вопрос, и двигать его. Но, тем не менее, всё равно, наверное, какие-то должны быть крайние сроки, дедлайн установлены, что вот до этого времени, то есть если человек всё выполняет, то будьте любезны, подключите его. В течение месяца. В течение месяца. Да, да, должен реализовать своё право, да. То есть по сравнению с нынешним днём это уже прогресс будет? Я думаю, что да. Тем более сейчас вот дорожную карту не только по... Мы, я просто вот, мы начали с вами говорить о тех дорожных картах, которые мы сейчас разрабатываем, и где будем вот, ну, как бы смотреть на территориях, как вот выполняются те или другие регламенты по прохождению документов, когда предприниматель обращается, чтобы вот это был единый реестр со сроками определимся. Ну и, соответственно, вот в рамках дорожных карт должно всё быть соблюдено. И это лишний раз будет для предпринимателей, если нарушения есть, того или другого чиновника не вовремя... То есть нарушение регламента, это будет уже повод обратиться к жалобе. Да, 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 повод обратиться к жалобе, где, соответственно, будем рассматривать и, соответственно, будут делать определённые выводы. Также вот в рамках данной дорожной карты разрабатываются дорожные карты и подключение к сетям. Это не только сетям электроэнергии, это сетям и газа, воды, канализации. То есть то, что непосредственно нужно сделать. Будут единые требования? Да, будут единые требования, требования выработанные. Соответственно, данная дорожная карта, она будет размещена на сайте, как Владимирской области. Вот, в принципе-то, я думаю, наверное, будет и на сайте Уполномоченного размещена. И там будут прописаны регламенты, где предприниматель в течение данного срока должен реализовать своё право. Вот сейчас пройдёт национальное исследование, да, национальный рейтинг составится. Вот по итогам пилотного мы были на 10-м месте. По итогам национального приблизительно как вы оцениваете, где мы будем находиться? Есть предположения какие-то? Ну, я не готов сейчас как бы ответить на этот вопрос. Наверное, это во многом будет зависеть от нашей работы, в том числе и от моей работы. Почему? Потому что, в принципе-то, если предприниматель чувствовать будет, что есть та структура, куда он приходит, и есть ему реальная поддержка и реальная помощь в решении его вопроса, наверное, будет это положительно сказываться на рейтинге. Почему? Потому что они люди независимые, которые проводят данные рейтинги. Они респондентов, ну, просто вот... А предприниматели активно идут на контакт в связи с проведением этого исследования? Да, я думаю, что да. Предприниматель, я думаю, готов, любой предприниматель, он готов идти на контакт. И тем более, когда независимые люди приходят, а там действительно это люди независимые, они действительно оценивают реально, как происходит ситуация на территории субъекта Российской Федерации. Александр Викторович, сейчас время губернских новостей у нас. Мы затронем только некоторые из этих новостей. С полной новостной картинкой дня можно ознакомиться на нашем сайте. Его адрес в сети интернет trc33.ru Итак, сегодня стало известно, что новогодней столицей России будет не только Владимир, а вся область со столицами Владимира. Станут также Александр, Суздаль, Муром, Ковров и Юрьевпольский. И, возможно, даже между этими городами в новогоднюю ночь будет организовано бесплатное автобусное сообщение. Об этом стало известно во время пресс-конференции губернатора Светланы Орловой. На ней работал и наш главный редактор, главный редактор ТРК «Губернии 33» Александр Орлов. Он сейчас с нами на прямой связи. Алло, Александр! Да-да, добрый вечер! Что же еще рассказали на этой пресс-конференции? К чему готовиться? Ну, на пресс-конференции было довольно большое представительство. Были главы практически всех... Ну, не практически, а всех городов области, которые разделят славу, так скажем, Владимира в качестве столицы Нового года. Это Муром, Юрьев Пульский, Ковров, Суздаль, Александров, Гороховец. И речь шла о том, что каждый из городов может представить как своим собственным, так скажем, жителям, так и гостям, которые приедут в наш регион. Какие-то фишечки были уже озвучены? Да, разумеется. Я думаю, подробнее мы потом расскажем об этом. Вот что касается Владимира, то во Владимире уже определены четыре ярмарочных площадки. На каждой из них будут работать рационы. Самый большой лунопарк развернется как раз на Соборной площади. Там будет множество шале, значит, специальные чайные домики, домики для детей. Ну, вот эти моменты, которые нужно будет обязательно, так скажем, практические моменты. Жители города Владимира и гости должны знать, что по доброй традиции у нас будет работать бесплатный общественный транспорт в новогоднюю ночь. И, скорее всего, как раз вопрос об этом тоже был затронут на этой пресс-конференции. Скорее всего, специально для гостей сделают большую такую автостоянку, автопарковку на железнодорожном вокзале. Если все будет удачно согласовано, такая вот идея тоже прозвучала на пресс-конференции. Ну, это, кстати, будет очень кстати, такая бесплатная автостоянка. Спасибо большое. Это был главный редактор ТРК «Губернии 33» Александр Орлов. Он сегодня был на пресс-конференции губернатора Светланы Орловой. И там разговаривали о том, как же будет проходить в области празднование Нового года. Напомню, что Владимир в этом году, а, как оказалось, не только Владимир, но и другие города области, станут столицами Нового года в России. Еще необходимо добавить, что в пятницу, 5 декабря в 18 часов на нашем канале можно будет посмотреть полную версию пресс-конференции Светланы Орловой. Включайтесь, пятница, 18.00. Ну и еще стало известно, по неофициальным источникам, возможно, к нам приедут бурановские бабушки. Послушаем. Александр Викторович, на Ваш взгляд, такие вещи, как присвоение статуса новогодней столицы Владимира, повлияют на инвестиционную привлекательность в нашей области? Я думаю, все то, что происходит, и когда при каких определенных событиях, а события Новый год – это все-таки самый, наверное, такой праздник замечательный, который, я думаю, любому человеку нравится данный праздник. И если дополнительные люди будут приезжать к нам, это, конечно, будет положительно сказываться на инвестиционное состояние Владимирской области. Это, кстати, повод информацию о наших возможностях размещать. Люди приедут, в том числе и обеспеченные, которым, возможно, будет интересно у нас разместить свои предприятия. Это повод, и их будет много. Да. Двигаемся дальше. Шесть лет колонии строгого режима для несостоявшегося педофила. Сегодня в областном суде вынесли обвинительный приговор 52-летнему жителю Ковровского района. Мужчина написал записку порнографического содержания с предложением близости и подкинул ее ковровским школьницам, гулявшим на игровой площадке. В послании злоумышленник просил детей указать контактные телефоны, ожидая ответа, наблюдал за их реакцией, спрятавшись за деревом. Проживающий в соседнем доме свидетель успел зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона и вовремя остановить преступление, забрав у девочек непристойную записку и обратившись в полицию. Суд назначил задержанному шесть лет колонии строгого режима с последующим после отбывания наказания ограничением свободы на один год. Сидеть он будет, кстати, вместе с теми, кто осужден на пожизненное. Александр Викторович, как считаете, какое наказание должно быть для людей, покушающихся на такое преступление? Я думаю, здесь самое строгое наказание должно таким людям быть. Это люди, которые, ну, я не знаю, им не место, наверное, среди нас, в нашем обществе. Полностью поддерживают. Двигаемся дальше. Владимирские выпускники сегодня писали сочинения в рамках ЕГЭ. Пять лет потребовалось властям, чтобы вернуть в школы письменный экзамен по литературе в виде итогового сочинения. Цель этой выпускной работы – выявить уровень речевой культуры старшеклассников, их начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать. Испытание началось в 10 утра и длилось почти 4 часа. На парте разрешалось иметь только ручку, бумагу и орфографический словарик. Объем сочинения – 350 слов. Сначала на черновике, потом на чистовике. Темы стали известны лишь за 15 минут до начала. Среди них творчество Лермонтова, Великая Отечественная война, природа и внутренний мир человека. Сочинение – это отборочное испытание перед сдачей ЕГЭ. Получив зачет по сочинению, выпускник имеет доступ на другие экзамены. Кроме того, вузы получили право учитывать результаты сочинения выпускников при поступлении. Все работы отсканируют и занесут в специальную базу. Александр Викторович, вы помните, вы же наверняка писали, когда заканчивали школу. Вы помните, по какой теме вы писали сочинение? Не помню. Я школу окончил очень давно. Я окончил школу 8 классов всего лишь. В деревне я учился. Затем я поступил в ГПТУ, это Московская область, на строителей, так называемые. Немножко на стройке поработал, армия, потом институт. То есть, какое сочинение писал, честно говоря, я сейчас не готов. Но вообще поддерживаете вот эту инициативу с введением вновь сочинения в программу? Я поддерживаю любую инициативу, которая будет заставлять, именно заставлять детей учиться. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю, что гостем программы «На всю Владимирскую» был Александр Корабушин, бизнес-омбудсмен Владимирской области. Александр Викторович, спасибо вам большое за беседу. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru, а также на телеканале «Домашний» и в эфире «Радио Удачи». Сейчас прогноз погоды и удачи в делах. Спасибо, до свидания. По прогнозам синоптиков, в течение дня во Владимире ожидается малооблачная погода, снег, ветер западный 7 метров в секунду, температура 2 градуса ниже нуля, атмосферное давление 749 миллиметров артутного столба. В Александрове облачно, небольшой снег, минус 3 градуса. В Коврове пасмурно, возможны осадки в виде снега, температура минус 2-4 градуса. В Муроме пасмурно, снег, столбик термометра опустится до минус 6. Субтитры создавал DimaTorzok